Кончилась Пятидесятница, кончилась сошествием Святого Духа, установлением Церкви, а в Церкви живут святые. И вот первая неделя это неделя всех святых. Мы не просто так слышим, знаете, ради какой-то формальности. Святая святым. Это утверждение, что мы сейчас принимаем святыню, потому что мы святы, потому что Свят Господь Бог, потому что в соединении с Богом мы очищаемся. Любовь Христа попаляет наши все тернии прегрешений. Поэтому, конечно же, сегодня, в день всех святых, мы можем друг друга поздравить с нашим небесным покровителем, который молится за нас у престола Божия. Мы должны в это верить, потому что так мы не увидим ни в какой бинокль, ни в какой телескоп мы не увидим святого. Мы его должны почувствовать в нашем сердце. И так через сердце мы восстанавливаем связь с Богом, через наших святых, через Божию Матерь, через Ангела-Хранителя. Когда человек живет грубой жизнью, материальной жизнью, мир духовный для него не существует. Ему главное поесть, одеться, поспать. В принципе, для нас тоже это очень большое значение имеет. Мы знаем, что это не главное, дорогие мои, потому что душа, когда душа болит, уже ничего не в радость. Когда внутри человек мучается от пустоты и от того, что действительно в душе одни, одна, один мусор, что тогда? Чем можно компенсировать эти затраты, эти потери. Поэтому, конечно же, мы понимаем, может быть, уже только понимаем, еще не пришли к этому, что наша жизнь зависит не от внешних обстоятельств, не от того, как нам отнесутся наши близкие там покровители или благотворители или еще кто-то, а от того, как мы будем жить перед Богом. И сегодняшнее Евангелие, что последние станут первыми, и наоборот, святость это уже другая жизнь. Живу не я, но живет во мне Христос. Нам страшно и действительно страшно отдать Богу всю свою жизнь. Поэтому мы ее начинаем делить. Вот здесь я помолился и хорошо. Вот здесь я что-то сделал для Бога, а сейчас все для себя. И я думаю, что без Бога мы не отдадим себя Богу. Понимаете? Без Духа Святаго мы все равно будем делиться и все равно оставим себе большее. Но когда в человеке живет Дух Божий, когда Он касается, находит путь в сердце, тогда у человека все по-другому. Тогда у человека вырастают крылья веры, надежды, любви. И он на этих крыльях летит. Летит в горный Иерусалим. Пока он, конечно, не может увидеть, что там такое по-настоящему, но уже что-то он чувствует. Он чувствует полноту жизни. Эти редкие минуты дают нам возможность жить годы в борьбе с самим собой, с миром и с дьяволом. Но святые победили. Любовь к Богу победила, к страху, неверия, сомнения. И они вошли в радость Господа. Вот сегодня мы в этой радости, но мы ее теряем. Потому что есть много нерадостей в этом мире. Есть много того, что действительно нас огорчает. И мы видим в себе какие-то качества, которые мешают нам все-таки жить с Богом. И это все должно у нас пройти. Все это должно измениться, если мы ставим такую цель в жизни. Потому что в жизни есть разные цели. Человек говорит, вот я хочу стать актером. Он становится актером прекрасным. Хочу стать музыкантом. Хочу художником. Хочу бизнесменом стать. Он становится бизнесмен. Хочу стать президентом. Становится президентом. Хочу кем угодно ты можешь стать. Понимаете? А вот если бы мы сказали, Господи, я ничего не хочу. Я хочу только стать святым. Ну и все, инструкция есть. Открываем Евангелие и начинаем читать, как нам нужно жить. Мы же не скажем, что что мы не знаем, а как это надо сделать. Как нам все так наивно спрашивают. Батюшка, а как надо? Как нужно еще нам молиться? Ну как ты можешь, так ты и молишься. Как ты дышишь? Ты ж не можешь не дышать. Ты ж умрешь и не будешь дышать. Так и молитва, это дыхание нашей души. Если душа мертвая, она не молится. Если душа живая, она все-таки обращается к Богу. Как умеет? Такие наивные вопросы. А как надо исповедоваться? Да? Что нужно говорить? Какие формулировки? Это же не школа, понимаете? Зачем нам школа? Это живое общение с Богом. Пресвидетели священники, через которого священник благословляет и отпускаются грехи, разрешаются и Господь дает свое тело и кровь. Это все через человека, но это действует Дух Божий. Это сам Христос. Поэтому нам нужно не обманывать себя, не играть никакие роли, а стараться искренне жить перед Богом и перед нашим близким. И это не трудно для нас. Трудно, потому что грех мешает нам быть искренними. Мы начинаем думать, вот я сейчас это скажу, а как на меня подумают? Я сейчас так сделаю, а меня подсочтут дурачком. Но видите, что говорит, что последние станут первыми. И, конечно, святые, они в этом мире очень много терпили. Многие скорби правятны, но от всех избавит Господь. Поэтому, дорогие мои, я и себя, может быть, может у вас здесь есть, наверное, святые, которые уже хотят стать святыми. Я тоже боюсь стать святыми, потому что я не потяну. Мне кажется, ты еле ползаешь, и тут вдруг святой. Но все-таки плохой солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому нам нужно все-таки уже думать, а как бы стать святым? Как бы вообще все время сдержать Дух Святой, чтобы ни одной плохой мысли, ни одного плохого чувства, и слова, чтобы все было в красоте Божьей, в любви Божьей. Представляете, какая ты жизнь? Ужирай. Ужирай. Все. Потому что человек в глазах, я чистого, все чисто. Человек видит все хорошим. У человека все, все позитивное, все у него, понимаете. А когда мы смурные, когда нам все унываем. А чего это? От гордости. Вот что-то не так. Вот чего-то мы бы хотели другого. А что мы хотели, мы даже и не знаем. Ну как-то хотелось бы, чтобы жизнь была немножко другой. А как она? Что Бог сделает? Пожалуйста, говорите Богу, заказывайте. Прямая связь работает. Вот будет скоро Путину все звонить. Целая страна Россия, да, и за Россией. И там, понимаете, работает столько людей, которые на связи будут сидеть, и Путин будет отвечать. Так вот, Бог, у Него еще гораздо круче связь. Мы только еще успеем подумать, а уже Господь уже слышит нас, и уже даже исполняет иногда. И как часто говорили люди, как страшно. Я только подумал, и вдруг раз, неожиданно это все совершается. Вот так Бог нас всех контролирует, так Бог нас всех на связи с нами. Но мы не хотим с иметь связь иногда. У нас другие связи, другие какие-то общения. Поэтому хотелось бы, чтобы больше в нашей жизни было общение с Богом. Богообщение. Через Бога мы бы уже начинали строить свою жизнь. Что Бог говорит о человеке? Что Он нам говорит? Как нам нужно жить? Но учитесь от меня, я как кроток, я и смирен сердцем, и обращайте покой душам вашим. Вот будем учиться кротости, смирения сердца, чтобы в нашем мире был покой, чтобы весь этот мир со всеми этими безобразиями, которые кругом происходят, чтобы Он не касался наших сердец. А если в нас будет благодать, то тысячи людей спасутся вокруг нас. И прежде всего, конечно, наши ближние. Но так как у нас благодати маловато, мы воюем с ближними, спорим, ругаемся, как-то кипятимся, но этого делать не надо. Будем благодарны Богу. И давайте сегодня порадуем наших святых каким-то добрым делом или словом. Подарите святому какое-то доброе дело. Это будет ваш подарок к их празднику. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебе, Боже! Благодарю Тебе, Боже! Боже! Яко не отринул меня и секрет.